Всем привет! Продолжаем смотреть на картины интересных художников Дэвид Робертс. Шотландский художник, родился в 1796 году в семье ремесленника в пригороде Эдинбурга. После окончания начальной школы был определён подмастерьем к маляру и декоратору Гевину Бьюго. В 1815 году стал работать самостоятельно. Через четыре года в 1819 стал сценографом Королевского театра Глазго, затем в Эдинбургском театре в театре Друри Лейн Лондон, в 1826 в театре Ковенгарда. Первая выставка картин состоялась в 1824 году. Прослался как мастер изображения архитектурных памятников. Путешествовал по Франции, Бельгии, Голландии, Германии, где сделал множество рисунков, которые в то время имели большой спрос, поскольку фотография еще не была изобретена. И рисунки и гравюры были единственным способом показать читателю, как выглядят далекие страны. В 1832-33 годах провел 11 месяцев в Испании в Мару. Был основателем общества британских художников, который возглавил в 1831 году. Надо сказать, что самым плодотворным его путешествием была поездка в Египет и Палестину в 1838-1839 годах. Совершил путешествие в Синае, Петру, в Иерусалим, в другие места Святой Земли. Вернулся в Англию, привез с собой 272 рисунка, картину, изображающую панораму Каира, три тетради эскизов и дневники путешествия, переписанные его дочерью Кристины. Эти большие картины маслом на похожие темы, темы путешествий, городов, архитектуры сделали его выдающимся художником-востоковедом. В 1841 году Дэвид Робертс был избран членом Королевской академии. Публикация альбома гравюр с египетских и палестинских картин принесла Робертсу европейскую известность. Он стал самым знаменитым художником викторианской эпохи. В 1843 году еще раз побывал во Франции, Бельгии, Голландии, а затем в Северной Италии, в Риме и Неаполе. В возрасте 68 лет, 24 ноября 1864 года, умер. Ну вот, наверное, все, что мне удалось найти, кто нашел в википедии о хротландском художнике Дэвиде Робертсе. Смотрим картины, пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok